Музыка Вам все на свете интересно? Значит, нам по пути. Всем привет от телепрограммистов. В смысле? В прямом. Мы же ведем телепрограммы. Ну ты сравнил, конечно, программистов, которые пишут компьютерные программы и ведущих телепередачи. Это же совершенно разные вещи. Айти-специалисты – это незаменимые люди. Мы тоже. Ну ладно, ладно, я не хотел никого обидеть. Просто хотел напомнить, что сегодня, в пятницу 13 сентября, у них профессиональный праздник. Самое интересное, что первый язык программирования придумала женщина. Ада Ливлейс – дочка поэта Байрона. Она дала свое имя языку – Ада. На нем работал предок компьютеров, созданный Чарльзом Беббиджем. Надо же. Кстати, в интернете пишут, что коэффициент интеллекта Ады составлял, как у Эйнштейна, 160. Да ну, не может быть. Ведь теста тогда еще не придумали. Ой. Да не верь ты всему, что пишут в интернете. Фильтруй информацию. Ладно. А эфир нашей программы уже отфильтрован. Смотрим анонсы. Ну что, ребята, у нас тут анонс какой-то необычный. Улучшать или среды? А зачем ее улучшать? Точнее, я, конечно же, не против. Просто, по-моему, этот день недели ничем не хуже остальных. Лучше улучшить понедельник. Понедельник – день тяжелый. Хотя среда, середина недели. Надо как-то подподрить школьников, чтобы не падали духом. И доучились до пятницы. Ну, или до субботы. А как их подподрить? А хотя я знаю – пятерками, чем-нибудь вкусненьким, ну или похвалой. Я тоже могу придумать что-то новое на каждый день недели. И при этом ни разу не повториться. Верю. Думаешь, улучшители среды – это учителя? Угу. А мне кажется, родители. Все мы хотим жить в красивом и удобном городе, где приятно и спортом заняться, и с друзьями время провести. А создавать комфортную для нас среду архитекторам и городостроителям помогают урбанисты. Это специалисты, которые занимаются развитием города как единого и гармоничного организма. А ведь город и в самом деле суперсложная система, в которой все тесно взаимосвязано. И потому урбанисты, чтобы не допустить ее сбоя, изучают транспортную, социально-экономическую, планировочную системы, анализируют их взаимодействия между собой, выявляют и исправляют слабые стороны. А самое главное – ищут способы решения, которые устроят всех жителей города или района. К примеру, сегодня, когда машин в городах стало во много раз больше, ширины магистралей, да и мест для парковки уже не хватает. Так что автомобилисты требуют, чтобы им для этих целей выделили землю. И нередко за счет сокращения прогулочных зон и детских площадок. Как раз урбанист и должен решить этот спорный вопрос и найти такой вариант, который бы всех устроил. И автолюбителей, и пешеходов. Выходит, что урбанист – это своего рода адвокат здорового города. Он должен хорошо разбираться в экономике, архитектуре, городостроительстве и экологии. А еще быть отличным психологом и оратором. Ведь он много общается с людьми, выслушивает их, ищет компромиссы и разрешает конфликты. Вот еще один пример. Из жизни. Все жители дома ходят через двор не по асфальтированным дорожкам, а по тропинкам через газон. Какие невоспитанные, скажете вы. Но ведь когда прокладывали дорожки, жители не спросили, как им будет удобно. Конечно, можно ввести штрафы за хождение по газону, но хороший урбанист знает, что лучше проложить дорожки там, где ходят жители. И конфликт исчерпан, и жители довольны, и газон зеленый. А как вам идеи зеленого строительства? Суть его в создании зданий, которые максимально адаптированы к окружающей среде и не наносят ей вреда. В таких зеленых домах установлены энергосберегающие лампы, есть автоматическая регулировка освещения, используются датчики и счетчики воды. А специально установленный цикл утилизации включает переработку бумаги, пластика, стекла, батареек и многого другого. И сами здания, кстати, строят из натуральных материалов. Вот они, идеальные дома 21 века. А еще урбанисты – хранители исторического наследия городов. Они участвуют в реставрации старинных домов, создании музеев и исторических комплексов. Словом, каждый день эти многозадачные специалисты корпят над тем, чтобы сделать нашу с вами городскую жизнь комфортней и привлекательней. За что им огромное спасибо! Это все, конечно, интересно, но обидно. Как мы с тобой забыли, что среда – это еще и среда обитания? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну а теперь нужно выяснить, кто выступает во втором аносе. Что думаешь? Эммм... Выступает над водой, глаз подводной лодки, помогает подводникам осматривать окрестности. Перископ? Да! Тогда пусть будут и буйки, и киты, и корабли, а самое главное – маяк. Пойдет! Смотрим сюжет! Баснописец Иван Крылов знаком каждому школьнику. В летнем саду Санкт-Петербурга стоит его памятник. Необычен он тем, что украшен просто невероятными по красоте скульптурами иллюстрациями к его произведениям. Это барельефы. Что же это за удивительное направление искусства? Слово барельеф в переводе «низкий рельеф» пришло в русский язык из французского и означает скульптурное изображение или орнамент, выступающий на плоскости меньше, чем наполовину своей величины. Это один из самых популярных видов декора интерьеров, зданий, декоративных изделий, причем с давних пор. Это могут быть изображения человеческих фигур, лиц, геометрических узоров, цветов, животных, в общем, чего угодно. Первые барельефы появились еще в каменном веке. Уже древние люди эпохи Палеолита выбивали на скалах выпуклые рисунки. В Древнем Египте барельефы изображали фараонов, а в Древней Греции и Риме украшали храмы и жилые дома. Резные барельефы можно увидеть во всех средневековых соборах Европы. Делали их также и мастера Древней Руси. Так что увидеть их можно почти во всех архитектурных стилях. Расположены они как внутри помещения, так и на фасаде. Обычно занимают или часть площади, или всю поверхность. Их делают из самых разных материалов – глины, гипса, меди и тому подобного. Главное, чтобы материал можно было потом залить в необходимую форму, где застывшая масса превратится в шедевр. К искусству барельефа относят все изображения на монетах и медалях, а также на резных камнях. Вытесать на них барельеф намного сложнее, все-таки камни – это твердый материал. Хотя и среди камней есть более мягкие породы – известняк, травертин, мрамор, реже используется гранит. Тут работа требует особого мастерства и упорства. От размера выпуклости над плоскостью зависит и название, потому что кроме барельефов бывают и горельефы. Это когда изображение выступает больше, чем наполовину своего объема от фона. Такие рельефы не просто выпуклые, а на грани перехода в вид круглой скульптуры. Изображение начинает как бы постепенно отделяться от стены. Настолько оно становится объемным. Горельеф возник в первую очередь для использования на фасадах зданий. Объемное изображение видно издалека, оно дает хорошую светотень и выразительность. Чтобы изображения людей или животных не сильно выступали на поверхности, скульпторы намеренно допускают ошибки в анатомии, искажают перспективу. Из-за этого фигуры на барельефах кажутся немного приплюснутыми. А еще всех персонажей на таких скульптурах изображают рядом, группами. Так художники достигают композиционного единства и скрывают свои ошибки. В России барельефами украшены триумфальная арка главного штаба и Казанский собор в Санкт-Петербурге. Доходный дом церкви Троицы на грязях и Российская государственная библиотека в Москве. Но барельефы бывают и миниатюрные. Невероятной красоты женские броши камеи – это тоже барельефы. Казалось бы, барельефы давно ушли в прошлое, но современные художники и скульпторы с этим не согласны. Они декорируют стены, создавая картины на самую разную тематику. Это работы на века, это время, застывшее в камне. Прямо руки чешутся что-нибудь похожее соорудить. У кого дома ремонт, а значит много гипса. Не теряйте возможностей. Но для начала спросите разрешение у родителей, на всякий случай. Ну, а последний анонс у нас – любимым и родным. Посвящается, наверное. Обычно все посвящают стихи или песни. Иногда рекорды. Причем тем, кто помогал на пути к успеху, близким и родным. И это правильно. Я посвящаю передачу маме. Я тоже. Смотрим сюжет. Очень много наций на Кавказе, очень много разных языков. Но один язык объединяет всех, кто верит в дружбу и любовь. Мы поймем друг друга в танце. И слова совсем нам не нужны. Есть такая нация, кавказцы. Хочешь нас понять, танцует ты. Давно мы не слушали такой самобытной музыки. На сцене музыкального кавказа сияют. И две яркие звезды. Сестры Альбина и Фатима из Кабардино-Балкарии. И эти исполнительницы уже с детства были настроены на музыкальные победы. Альбина начала свой путь в вокальной студии в 11 лет. А ее младшая сестра Фатима в детском саду. Причем в двухлетнем возрасте. Девочек заметили на прослушивании конкурса «Нальчикские зори». Их дуэт стал настоящим открытием. Песня «Дорога домой», написанная специально для сестер, это настоящий хит. За ним последовали успешные сборники, наполненные теплом, любовью к семье и родной земле. Ведь в жизни осетина важное место занимает почитание традиций предков, а культ семьи возведен в особый ранг. И песня сестер Бадола, посвященная их дедушке, взорвала интернет и стала лидером чартов Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Она подарила певицам популярность и возродила интерес к осетинской культуре и языку. На региональном телевидении вновь заговорили на двух языках. Люди перестали стесняться общаться на диалектах. Песни группы пишет старшая сестра, и большая их часть посвящена любимым и родным людям. Записали они и пару военно-патриотических песен. «Сестренки» — яркий пример того, как можно любить родную культуру, родной язык и уважать старшее поколение. И все это умело облекать музыкальную форму. «Мой народ, он сильный, Что зовет на ныне осетины» «Асы, ясы, осетины, Духам мы непобедимы» «Асы, ясы, осетины, Славы, прesy, мы едины» Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. В нас кровь Аллана сильная течет, Пусть каждый осетин за честь возьмет. С огромной благодарностью в душе, Спасибо им за славу на земле. Мой народ, он сильный, что зовет страны не осетины. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, славой предков мы едины. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Ассы, ясы, осетины, духом мы непобедимы. Какая красивая страна, Осетия. Но мы по своей стране не успели поездить. В Приднестровье очень много красивых мест и прекрасных голосов. Любите свой роднокрай. Ну а с вами были Юля и Данил. Смотрите нас в эфире и на ютубе. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова